Доброе утро, девочки! Сейчас без двадцати пять. И что у нас сейчас пока что? Дороги пустые, росли лужи, а я сажусь монтировать видео вам сейчас. Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Я только закончила работать с предыдущим влогом. Уже три часа дня, в общем, с утра тут какая-то движуха, какая-то суета, я тут работаю, я с пяти часов утра встала, чтобы быстрее вам смонтировать его, но все равно до конца не успела. Проснулся ребенок, проснулся котенок, все проснулись, пошли доставки. Вот у нас недавно приходил котел чистить рабочий, и тут просто пыль была, пришлось выключить сплит, а на улице девочки сегодня 40 градусов, ужас! Ну, там 39 показывает, но дочка выходила, говорит, это невозможно, прям сауна какая-то. Так что, хорошо, что сплит второй есть, но на улицу выходить страшно, мне, например, точно. Но он, правда, с двумя пылесосами, один пылесос втягивает, всасывает, другой выдувает оттуда с этого водогрейки, вот эти вот пыль там какую-то, что-то тут пыль немножко летела. Повыключали сплит, дверь открыли, в общем, ну, правда, слава Богу, что он быстро, он чуть-чуть все это сделал. Ну, в принципе, пыли так было чуть-чуть, но я уже все так пыль повытирала везде, пылики тоже протерла. Что я вам хочу сказать, девочки, перед тем, как... Ну, мы раньше не сталкивались с водонагревайками, ну, по крайней мере, я, да? Да, и перед тем, как делать вот эти вот работы, там, штробят, когда пыли много летит, то нужно прям очень хорошо прям закутать, не знаю, пленкой, максимально так закрыть вот эту водонагревайку, чтобы там как можно меньше было пыли, потому что когда ее чистят, прям пыль летит конкретно. Вот. У нас сегодня два раза выключали свет, лифты там то работают, то не работают, в общем, ну, нам доставили дверь большую, железную поставили, доставили нам воду, что у нас сегодня еще. В общем, короче говоря, сейчас осталась доставка бытовой техники, а там посудомойка, там духовка, варочная панель, вытяжка. Что еще, пятая? Встраиваемая микроволновка, СВЧ. Хорошо, что они отзвонились, они за час прозвонили, вот они уже недавно позвонили, сказали, что они едут. Вот, поэтому сейчас мы их ждем, встретим, уже занесем, и у нас на сегодня доставки будут все закончены. А вот что единственное, что на сегодня не сделано, это ОСАГО. И меня это очень, конечно, удручает. Но нет, до сих пор у них там какой-то не работает сервис, сайт, я не знаю что. И, в общем, значит, нам придется просто сейчас самим ехать, искать другое место, где нам это ОСАГО поменяют. Но придется мне все-таки выдвигаться сейчас, пожарить такую на улицу, лишь бы мне там удар не хватил, честно, я не знаю даже. Я надеялась сегодня вообще утром либо съездить и вот это сделать, ну, как-то отсидеться, либо, может, завтра. Ну, вот, дочке хочется уже сегодня рулить на моей машинке. Тоже там всякие покупки, но не хочет она на такси разъезжать. Тем более с ребенком же. Я немножечко сняла, пока мужчина рабочий там работал, я чуть-чуть сняла, как это вот все это делается. Ну, я кусочек сняла, и я вставлю сюда, просто чтобы посмотрели, если кто не знает, как это все делается вообще. Водонагревайка, вот это как она чистится. Вот так чистят водонагревайку. Так, ну, а сейчас, в общем-то, мы ждем эту доставку. Дочка пошла искупаться. Я сейчас, не знаю, мы с Деней, наверное, что-нибудь сейчас перекусим. Надо покушать. И будем готовиться, в общем-то, к выходу из дома. В жару! Ну, что, девочки, вот как-то день вот так вот и подошел к концу. Там шебуршит фольгой. Кто у нас, как вы думаете? Конечно, это кошка Мила. Но у нее забрать бесполезно. Сейчас будет она либо орать, либо еще что-то. Пусть шуршит. Вот. Доча с внуком только сейчас вышли немножко прогуляться. Солнце уже садится. Время сколько? Восемь часов без десяти. В общем, они вышли на детскую площадку немножечко погулять перед сном. Жара, конечно, сегодня ужасная. У нас сегодня три раза выключали свет. Я уже говорю, может быть, это жара как-то влияет на электричество. Ну, что оно так выходит из строя. Лифты там сегодня что-то отключались. То не работали лифты. А у нас сегодня целый день доставки-доставки. Даже дочка сама там в лифте сегодня застряла. Там на полчаса, наверное, сидела в лифте. Вот. Это хорошо, что я дома, я с ребенком сижу. А тут доставки тем временем. То воду принесли, то этот, пришел чистить этот водонагревайку эту. Вот. Ну, привезли бытовую технику. Всю встраиваем бытовую технику, которая будет встраиваться в кухню. Привезли ее. Милочка, может, хватит там, а? Мила! Пускай играет, ладно. Вот. Дверь привезли. Замерщик приходил. Вот. Все перезамерил. Все мы там подкорректировали, что к чему. В общем, короче, такой насыщенный день сегодня был. Но никуда не пошли. Мы никуда не поехали. ОСАГО так и не сделали. Сегодня я целый день созванивалась. И, в общем, уже к вечеру. Я говорю, в чем причина, может быть, скажете. Потому что, может быть, мы уже поедем куда-то в другое место и там это сделаем. А она говорит, это проблема в этом. Вот эта вот платформа РСА, через которую делают все полисы ОСАГО. Там как раз вот этот бонус-малус, который у водителей. Но это все проходит и все это регистрируется в РСА. И поэтому она говорит, если сделать какие-то изменения, так как там они перешли на новую платформу, и они еще не совсем ее отладили. Для того, чтобы какие-то внести в изменения в ОСАГО, там сейчас вот это не удается сделать. Ну, в общем, как бы они работают над этим. Ну, новый полис выписать можно. Вот. И я ей говорю, это что, по Ростову это вообще только у вас там зависает что-то? Или это по всему городу? Она говорит, это по всей стране. То есть, эта платформа, она сейчас как бы вот эти изменения внести нельзя. А у нас получается, чтобы... У нас бонус-малус с дочкой одинаковый. Для того, чтобы внести ее в мою ОСАГО, там доплачивать не нужно. То есть, это будет бесплатно. Но просто сервер этот не работает пока что, как положено. Поэтому приходится ждать. Вот. Поэтому я говорю, дочь, давай пока что на такси там поезжай, потому что, ну, либо мы вместе едем, я рядом сижу. Либо на такси. Ну, в общем, в итоге, я не знаю там что. Передумала она куда-то ехать. Не знаю. Может быть, потому что на улицу вышла такая жара и решила передумать. Я не в курсе. Вот. Ну и ладно. Будем завтрашний день ждать. Я надеюсь, может быть, завтра что-то это заработает. Потому что ОСАГО у нас тут рядом. Ну, там, где я делала, я старалась найти поближе к дому. И я там уже не первый раз делала. Поэтому мне удобнее, чтобы раз туда нырнуло, быстренько этот полюс переделали и все. И я уже отдала бы ей машину и поехала бы домой, наверное. Потому что я думаю, что тут, в принципе, все такие работы уже закончены. Осталось у нас теперь что? Сборка. Установка двери будет где-то через неделю. Мы же еще купили зеркало в ванную. Там установка будет тоже уже, по-моему, в воскресенье. Ну, в общем, в конце недели. Вот. Ну, в принципе, тут особо-то для этого я, может быть, особо и не нужна. А так все уже такие вот необходимые вещи, в общем-то, все сделали. Я думаю, что тут уже так сильно я, может быть, уже сейчас и не нужна. Поэтому я бы с удовольствием, может быть, и полежала бы под сплетом у себя дома. У меня там ни детей, ни коши, никого нет. Никто не будет меня, в общем-то, дергать. Вот. Ну, а так-то, в принципе, я особо никуда не спешу. Но, как бы, мне чем без дела здесь быть, мне проще без дела быть у себя дома. Сами понимаете, да, как дома-то комфортнее по-любому. Вот. А насчет жары, ну, сегодня, по-моему, самый жаркий день. А завтра, ну, завтра там, по-моему, на 1-2 градуса меньше, чем сегодня будет. А вот уже послезавтра будет уже там градуса 32. Ну, уже получше будет. Уже не 40-градусная жара. Слышите, мяукает. Я же вам говорила. Сейчас я у нее вот эту вот бумажку заберу, с которой она игралась. И она сейчас начнет орать или еще что-то выдумывать. Вот. Так что, девочки, на сегодня все. А что будет завтра, я не знаю. Да, кстати, хочу вам сказать спасибо вам за комментарии. Очень хорошие, позитивные такие комментарии. Настроение мне подняли. Ну, только одного человека я там заблокировала и все. Просто я не люблю, когда гадости пишут там про моих детей, внуков. Ну, это, понимаете, когда пишут, что вот моя дочка, например, такая-сякая, ну, вы поймите, что это мой ребенок. Какая бы она ни была, я ее люблю, понимаете. Если в ней, допустим, кто-то видит какие-то недочеты, там, по поводу воспитания, какие-то замечания, вы пишете, что вы меня любите, а дочка у меня такая-сякая, но это же мой ребенок, значит, это камень в мой огород, значит, я чего-то недоглядела, я чего-то недовоспитывала. Но, знаете, когда это преподнесено еще как-то деликатно, аккуратненько, не задевая, знаете, вот чувство, собственно, достоинства, чувство какое-то, ну, не знаю, не задевая, не обижая человека, можно сделать любое какое-то там замечание, но очень как-то аккуратно. И есть какие-то вещи, о которых, может быть, вообще бы не стоило говорить. Ну, вот, например, на такие комментарии, вот как я их воспринимаю, что этот человек хотел обидеть меня, понимаете, и все. Ну, меня и мою дочь, например, и когда это все как-то с оскорблениями какими-то, знаете, передается, ну, я не знаю, я не могу, у меня рука, просто так и тянется взять человека и заблокировать. Просто больше не хочу я читать комментарии такого человека. Нет, это что же такое делается, мила? Куда ж мне от тебя эту бумажку спрятать? Нет, она ее все-таки достала. Вот ты обезьянка маленькая. Ну-ка, иди оттуда быстренько. Достала бумажечку эту она, и вот она сейчас будет опять шуршать. Надо было ее на холодильник прятать подальше. Вот, вот она, вот она, вот она игрушка, вот она какая у нее игрушка, да, милая? Вот она. Какая-то обертка. Ну, ладно, мы и разрешим поиграть, да, пусть чуть-чуть пошуршит. Что я хотела еще сказать? А, и спасибо вам, девчата, кто подсказал мне, какие там фильмы, сериальчики можно посмотреть, если кому-то что-то понравилось. Ну, я думаю, что если там какой-то неинтересный или нудный фильм, мне не стали бы название писать. Ну, по крайней мере, за все вот эти мои, за все эти ваши подсказочки, это всем вам большое спасибо. И по поводу воспитания кошки. Если у кого-то есть какой-то опыт, знаете, вот, например, ну, у меня и у дочки, я бы сказала, опыта никакого нет по воспитанию кошек. Ну, не бить же ее, ну, ладно, там чуть-чуть можно там немножечко, знаете, ну, не бить же, тем более, это котенок маленький. Ну, я не знаю, как-то воспитывать, а когда постоянно ругаешь, ругаешь, скидываешь, объясняешь, ругаешь, ну, вроде как, кажется, должна понимать. Ну, может быть, она еще маленькая, ей там всего-то сколько там, два месяца, вот, но все равно ругаем, 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 ну, может, когда-нибудь дойдет, что вот на стол залазить нельзя. Ну, у нее тоже, я так понимаю, у нее тоже характер, и она характерная, и даже иногда, я замечаю, что она иногда что-то даже на зло делает, так что это не просто так, знаете, избалованный котенок. У котенка есть свой характер, там еще надо, знаете, как-то подобрать ключик. Ну, я такой воспитатель, я не могу сказать, я иногда, как бы, строгая, настойчивая, но не могу сказать, что я прям такой воспитатель, еще тот, знаете, поэтому и не завожу. Это вот надо воспитывать, это нужно там, не знаю, этим заниматься нужно, у меня просто вот не по кайфу кого-либо воспитывать. Вообще никого воспитывать не хочу, я просто уже навоспитывала, за свою жизнь навоспитывалась просто вообще, вот мне, если нужно кого-то воспитывать, вот я лучше просто уйду в другую сторону. Вообще не хочу этим заниматься, кому-то это нравится, а мне не хочется, мне не нравится. Вот, так что, ну, тут уже, как говорится, существо у нас уже, вот эта вот кошачья морда, вот эта вот морда кошачья, существо у нас это уже имеется. Я-то, как прихожу сюда, да, Мила, слушай, я вот разговариваю с тобой или с кем я разговариваю? Как ты малявка. Вот что это ты, вот что это ты нашла? Ну-ка, да я посмотрю. Вот, и навоспитывалась, короче, не хочу воспитывать особо никого. Ну, ругаться, я не люблю просто ругаться, поэтому я, я, конечно, могу пожурить, вот так вот пальцем погрозить, в глаза могу посмотреть и сделать внушение. Ну, могу, конечно, если прям разозлит там или вот куснет, бывает, знаете, зубы-то острые еще в малявке. Могу, конечно, ее просто вот так взять и скинуть, оттолкнуть могу, чтобы она поняла, что мне это не нравится. Я говорю, нельзя слово, слово нельзя, существует такое, мило. Вот такие вот дела, вот так и живем. Вот, ну все, мои хорошие, на сегодня все. Я пока влог не заканчиваю, завтра я продолжу его. Ну, а сегодня уже все, сейчас включу телек, буду смотреть, буду отдыхать, мои придут сейчас, венечку скупаем быстренько спать, ложить. В общем, уже будем отдыхать сегодня, на сегодня хватит. Слава Богу, что сегодня день вот этот жаркий такой невыносимый прошел. И слава Богу, что я его провела дома, не выходя. И слава Богу, что у нас выключали свет три раза, но ненадолго. Ну, я имею в виду не то, что выключали, это плохо, что выключали, но хорошо, что ненадолго. Что у нас, у нас сейчас два сплита работают в квартире, и у нас такая вот комфортная температура в квартире, ну как 25-26 градусов. Но для меня комфортно, вот мне ни жарко, ни холодно, прям вот то, что нужно температурка. И у нас просто за это время, когда выключали свет, там на полчаса, ну как бы ненадолго, там в последний раз, по-моему, где-то, может быть, около часа не было, может, 50 минут не было света. Но температура в квартире, она не успевала нагреться, ну, еще не было такого ощущения, чтобы стало там жарко, душно. Хотя еще чуть-чуть, но уже бы началось бы как-то некомфортное такое ощущение, ну, чувствовать себя. Вот, так что хорошо, 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 что никуда я сегодня из дома не выходила, это счастье. В такую жару я бы тогда с ума сошла, наверное. Кто-то пишет, вылез 7 плюс 50, это же вообще, девочки, я прям сочувствую, у кого, у нас 40, это уже, ну, просто аномальная, ненормальная температура. А плюс 50, ну, это просто, я даже не представляю, как можно вот просто при такой температуре существовать. Еще люди работают, вот даже вот сколько у нас доставок сегодня было, люди таскают еще вот эти доставки, ездят по городу. Ужас какой-то, я вообще, я бы с ума сошла. Ну, это, наверное, потому что я плохо жару переношу, я знаю, что есть такие люди, которые вот жару плохо переносят. Пожилым людям это тяжело, но и молодые тоже есть, которые вот высокую температуру плохо переносят. Я, честно говоря, некомфортно чувствую себя и когда слишком сильно холодно. Этот холод меня сковывает, я вот так вот сковываюсь вся, и ничего не могу делать. Мне хочется согреться, согреться. А когда вот такая жара, я наоборот какая-то вяленая вся, и тоже ничего не могу делать, у меня в сон клонит. В общем, вот такое вот я растение тепличное, наверное. Вот. Ну, все, девочки, давайте, до завтра. Милка, с чем это ты играешь? Дай мне поиграть. Надо посмотреть, что это, архы из газированной вода, да? Это вот этикетка от бутылочки, вот. Но она так шуршит, классно, да, Мила? Прям так и хочется с ней поиграть. Сейчас, ну, играй, играй, уже, играй уже. Не забираю я у тебя ее. Всем доброе утро. А у нас дождик прошел ночью. Классно. Сейчас как-то так свежо еще пока. Девочки, всем доброе утро. Я хотела на балконе поговорить с вами, но там открытые окна и очень шумно. Тем более дождь прошел, и асфальт шум дает, машины ездят уже. Проснулась сегодня полседьмого, никто меня не будил. Кошка спит с дочкой. И дверь закрыта. Поэтому она не выходит, но не мяукает. Я, правда, тихонечко хожу. Она услышит мои шаги, и она выйдет тогда. Вот, поэтому я уже целый час тихонечко читаю комментарии. В общем, умылась. Но кошка пока не выходила. Спасибо за комментарии. Много комментариев вы написали. Спасибо всем, кто советует сериалы, там какие-то фильмы посмотреть. Какие-то я уже смотрела, но какие-то еще посмотрю обязательно. Кто-то пишет, что дочка, вот она такая сякая, отжала у мамы машину. Девочки, если бы я не захотела машину дать, я бы не дала, понимаете? Но так как я считаю, что своим детям нужно помогать, я же машину давала всегда сыну. Когда ему нужно было куда-то съездить, там за город, она на трассе хорошо себя ведет, комфортно и мало бензина берет. Вот, поэтому я считаю, что дочке тоже надо помогать. То, что она продала машину, я давно уже ей говорила, продай, потому что надо купить машину другую на самом деле. Она эту машину покупала давно еще, еще когда ребенка у нее не было. Машина, конечно, комфортная у нее была, там компьютер, там парктроник, там все прибамбасы. В моей машине нет такого. У меня автомат, но нет вот этого компьютера, вот этого всего. Моя бензина берет меньше. Она вообще у меня Toyota Yaris седан. Это спортивного класса машина, она такая вот как спортивная. Просто хочу немножко вам о машине сказать, кто спрашивает, кого интересует. Бензина она ест мало, бензина хватает надолго. В общем, я как бы не тратилась особо на бензин. И самое главное, налоги. Она, у меня там 108, по-моему, лошадей. И налогов я плачу в году где-то тысячи с чем-то, вот так вот, допустим, да. А у дочки была машина, у нее там сколько-то много лошадей, короче говоря, я уже не помню сколько, но налогов 45 тысяч. Вот представляете, вот приходит вам налоговая бумажечка, которую надо пойти оплатить. Вот так вот 45 тысяч вы не положите. Знаете, это все-таки ощутимая сумма. Я ей давно уже говорила, продай ты эту машину, возьми другую, где меньше налогов платить. Ну, тоже где-то там комфортного класса, скажем, да. Ну, где там поменьше будет лошадей. Столько лошадей не нужно по городу ездить. Тем более, она же там не гоняет, там по трассе, по сумасшедшей скорости. В общем, столько лошадей не нужно вообще. Мне кажется, семью вполне могут сто лошадей увезти, понимаете? Я так считаю. Вот, ну и чтобы поменьше налогов платить и меньше бензина, чтобы она ела. В общем, такие машины есть, можно такую приобрести. Взять немножко подешевле. Единственное, что у меня машина, она так как она спортивная, она, сказать, невысокая. Это не джип. И вот по высоким бурдюрам, конечно, там не поскачешь. Тем более, там она такая, знаете, как вот приземленные, вот эти вот юбки, которые вокруг. Это как спортивного класса. То есть там на высокие бурдюры я не заскакивала. Но без этого можно как-то, знаете, прожить. Без этих бурдюров. Вот. Ну, а кто-то вот из подписчиков считает, что своим детям помогать не надо. Что машину свою детям давать не надо. Но это, знаете, ваша позиция. Я считаю, что своим детям можно не только машину отдать, знаете, но если потребуется и жизнь, можно за детей своих отдать. А машина, это всего лишь машина, это всего лишь деньги, это такое дело наживное, знаете. Поэтому, если ей на время нужна машина, тем более я сейчас на работу не езжу. Когда я работала, ну, на машине я ездила на работу, там куда-то еще ездила. Был активный такой образ жизни, да. А сейчас я на машине, в общем, езжу только к дочке. А дочка живет в трех остановках от меня, понимаете, в двух километрах. Тут можно на такси, там, за 80 рублей доехать, честно говоря. Вот. Тем более, если мне понадобится к ней приехать, естественно, я буду ездить на такси, и она будет это такси мне оплачивать. В общем, так что за это не переживайте. Больше никуда не езжу. Машина стоит у меня просто. Вот. А ей она нужна, потому что ей много нужно куда разъезжать. Вот даже посылки моей дочка за меня получает, чтобы я не ездила на почту. Так как она ездит туда часто, она и мои заодно берет. Помимо того, что у нее ребенок, у нее еще и, как говорится, ремонт. Нужно то то купить, то то купить. Так что машина ей нужна, пусть пользуется на здоровье. Мне не жалко, и вы не думайте, что она отжала у меня эту машину навсегда. Эта машина, как говорится, семейная, не только ей принадлежит, но также и сыну, и мне. Так что, хотя у сына есть там своя машина, у них с невесткой есть машина. Но я иногда давала ему свою, когда ему нужно, и я ему давала без проблем. Так что я не жадная, мои хорошие. И просто так у меня, знаете, отобрала дочка. А я типа того, что ее боюсь, я ей отдала. Ну что какие-то за глупости? Вообще, какого мнения обо мне? Вы думаете, что я чего-то боюсь, и в этой жизни уже ничего не боюсь. Я не такая беззащитная, как вам кажется. Я могу за себя постоять. Если у меня какая-то есть твердая позиция, я буду на ней стоять, как баран, уперта до конца. Я же овен, понимаете? Так что, если у меня есть твердая нет, то это твердая нет будет. А если оно у меня не твердое, то и все. Но я считаю, что детям надо помогать. Знаете, мне очень была необходима помощь от родителей, от мамы. Папа умер, когда еще мои дети совсем маленькие были. И мне тоже было трудно. Мне тоже родительская помощь бы не помешала. Я считаю, что когда родители детям своим помогают, это хорошие родители. Это правильно, так и должно быть. Вот, тут другой вопрос. Вот эта вот ОСАГО, хотелось бы мне быстрее уже добавить ее в ОСАГО, чтобы уже машину ей отдать и поехать спокойно домой отдыхать. Потому что такие самые глобальные дела, которые нужно было мне здесь сделать, помочь, мы-то уже сделали. В общем, осталось тут уже по мелочи. Уже установщики одни придут, другие. Но это уже так будет не в один день, а так постепенно, все на разные дни. И с этим уже дочка справится сама. Но я не могу сейчас просто вот так вот отдать машину, где в ОСАГО она не вписана. Я не могу. Мне нужно это ОСАГО переделать, чтобы оформить, чтобы ее туда вписали. И тогда спокойно уже я не буду сидеть рядом и ездить вместе с ней. Потому что я лучше дома под сплетом поваляюсь. А у нас сегодня дождик ночью прошел, кстати говоря. И я утром проснулась, глянула, а там дождик идет. Думаю, ой, как хорошо. Я выключила сплит, спала сегодня ночью со сплетом. И открыла окошки, прям запах дождя такой классный вообще. Приятно. Но дождик уже прошел, сейчас асфальт начнет сохнуть, и температура начнет подыматься. И у нас к 10 часам утра, я уже посмотрела, будет 30 градусов. Но днем сегодня 33. Вроде бы. Это уже хорошо. Вот. Ну, почитав комментарии, я там, ну, одну совсем какую-то дурочку заблокировала. А еще там кто-то там пишет вот эту вот какую-то ерунду, там, что дочка машину отжала. Я смотрю, много людей уже как бы высказали свое мнение на этот счет. Не стала удалять пока этот комментарий. Ну, ладно. Как бы оскорблений там таких прямых нету. Ну, только там позиция такая, да, человек сказал свою позицию. И много защитников есть, которые высказывают свою позицию, что тоже поступили бы так, как я, и согласны вот с моей позиции. Это мне хорошо, мне это нравится, и поэтому я не стала удалять этот комментарий. А сейчас я зашла в маленькую спальню. Тут закрыла окошко, чтобы потише, чтобы не слышали они меня, там не разбудить их раньше времени. Ну, вот решила немножечко с вами поволтать. На улице сейчас пока что облачно, солнца пока нету, поэтому не жарко. В общем-то, хорошо. Не знаю, что сегодня за день будет. Хотелось бы надеяться, что все-таки РСА начнет работать. Платформа РСА зависает, я уже сказала вам вчера. И вот переделать ОСАГО поэтому не получается. Но это не только на том пункте, где я это делала, но это, в общем-то, по всей России, даже не только по городу. Вот, ну, надеюсь, что заработает вскоре. В общем-то, мне, собственно говоря, спешить некуда, потому что видео я могу и здесь делать. Я ноутбук сюда притянула. Я могу теперь ремонтировать здесь видео, если что. Так что побуду здесь только сколько это надо. И буду здесь также снимать видео и выкладывать. Дома мне, конечно, комфортнее, дома мне спокойнее. Я люблю спокойствие. И ни детей, ни кошек, никого никто не беспокоит. Вот. Ну, ничего страшного. Если я здесь нужна, если я полезна, то почему бы нет, почему бы не помочь. Я никуда не спешу. Тут вот у нас стоит гора бытовой техники, духовка и панель. Ну, всё это в коробках, встраиваемые свечи, что там ещё, посудомойка, вытяжка. В общем, короче говоря, всё в коробках стоит. Дверь стоит. Вчера принесли её в прихожую. Это уже такая громадина. Но, скорее бы уже это всё поставили, установили. Ну, мебель кухонную ещё готовить будут месяц. Пока вот её вчера замерщик был, уже точные замеры сделал. Осталось ещё с цветами немножко определиться конкретно. И уже будут готовить мебель в месяц. Через месяц только мебель кухонную поставят. И уже туда подсоединят вот это всё. То есть ещё работы куча предстоит. Но главное, что всё движется, всё делается в нужном направлении. А, кстати, о машине. Там дочка, даже при мне, она что-то обмолвилась, что вот эта вот механика, по сравнению с её, не механика, у меня машина автомат. Но механика, она имела в виду то, что надо в зеркала смотреть. Во-первых, если ты заднюю сдаёшь. Она смотрела на парктроник, допустим, да. Ей зеркала были не важны. В этом плане тут надо уже в зеркала смотреть, или обернуться, или как-то так. Ну, в общем, ну вот в этом плане. То есть не компьютеризированная у меня машина. В этом плане как бы механическая, да. А хотя коробка там автомат. У меня ещё, знаете, какое неудобство. Моя машина, она сделана в Японии, но её делали для Америки. То есть русского там ничего нет. И там вот то радио, которое в машине есть, оно настроено на те волны, которые в нашей стране не работают. У нас только две волны там какие-то ловят, но не чисто. То есть там надо радио перенастраивать. Ну, мне ещё тогда говорили, что нужно его перенастраивать на наши. Ну, я просто купила плеер. Туда закачиваю музыку, какую нужно мне, и слушаю, какую мне нужно. Я как-то без этого прекрасно обходилась. Там дисковод был, диски слушать. Но дисковод перестал работать. Я тоже туда не залазила. Я просто узнавала, сколько это стоит. Думаю, да, но мне нафиг не нужно тратить на это деньги. Мне не принципиально. И вот там, где у нас показывает шкала скоростей, у меня там большими цифрами показывают милли, а маленькими километры. Но я-то уже к этому привыкла. Я вообще туда не смотрю. Я уже знаю, с какой скоростью езжу, потому что я быстро очень сильно не езжу. Я по городу, и у меня скорость 60 максимальная, например. Я не люблю с большими скоростями ездить. Я когда ездила в Мегу на работу, там какой-то кусок трассы, который, кстати, я вот сняла в видео предыдущем. Ну, там я максимально там и то недолго ехала. Там со скоростью 80, даже вот как-то до 100 разгонялась. Но это буквально ненадолго. Но для меня такая скорость, она слишком такая быстрая. Я некомфортно себя чувствую. Но если машин рядом нету, а я нахожусь на трассе, то я могу, конечно, разогнаться до 100. Но тут же я как бы через некоторое время снижаю. Я не могу. Надо напряженно, в общем, себя чувствовать. Но для меня вот такая умеренная скорость, это нормально. Вот ехать 60, это нормально, выше как бы и не нужно. Ну и, в общем-то, я по городу всегда езжу. Ну, машина, хочу вам сказать, качество машины хорошее. То ли потому, что Япония, то ли потому, что она делала это для Америки, я не знаю. Вся ходовая, вот всё, что там касается ходовой, мне всё нравится. Вот, ну, конечно, там сейчас уже есть какие-то недочёты по поводу корпуса. Там резиночки какие-то всохлись, но там это можно заменить. Всё это мелочи такие. Для меня машина, в неё главное ходовая, чтобы она работала как часы, и чтобы она ехала там плавно. Вот в этом плане я свою машину просто обожаю. У меня до этого была Лада Калина. Я когда только выучилась на автомобилиста, на права получила, и первая машина у меня была Лада Калина. А училась я вождению вообще на девятке. Вообще, Лада, там девятка была какая-то. Так что я нормально на механике ездила. Но, честно говоря, механика, вот это переключение скоростей, вот это вот, мне это не очень было комфортно. И, в общем-то, полтора года я ездила на коленей, и я поняла, что, ну, как бы не очень мне это комфортно. Тем более, когда я села вот на автомат и попробовала, что одна рука вообще свободна, не нужно переключать без конца эти скорости. Думаю, господи, какая прелесть. Две педальки, нужно сжать всего лишь газ и скорость. Это газ и тормоз. Все. Вообще класс. И все. И мне дочка тогда еще... Я еще думала взять Ладу какую-то там получше. Она мне категорически сказала, не бери вообще нашу, возьми, ты попробуй поездить на иномарке. И, в общем-то, выбрали вот эту машину. И, честно говоря, я на нее села, я ее полюбила, и я прям довольна ее. Но дочке тоже понравилось, как она ходит. Она же сказала свое мнение. Так что вот так вот, мои хорошие. Ничего страшного, пускай поездит на моей машине, мне не жалко. Не думайте, что мне жалко. Я пока сижу тут с вами болтаю. Я вот смотрю, как асфальт сохнет. Вот буквально недавно шел дождь. Я смотрю, на дороге асфальт уже сухой, на парковке асфальт уже сухой. Осталась только местами где-то мокрая. Ну, потому что прогрета земля, и вот моментально, буквально на глазах все высыхает, вы представляете? И сейчас опять начнется духотища. Вот такие вот дела. Ну, пошла я кофе еще попью пока, побалдею с утра, пока мои спят, пока тишина, пока никто меня не беспокоит. Покайфую. Я люблю вот рано утром вставать, если что-то нужно там помонтировать, чтобы мне никто не отвлекал. Тишина и кайфую. Пока шум гам не начался. Девочки, пока мое семейство спит, я решила потушить капусточку с сосисками. Вот так. Любимое блюдо моей дочки. Ой, какая вкусная капуста! Что даже взять стульчик и присесть не можешь, да? Слушай, мне она сама понравилась. Прям такая нежная, вкусная. Я аж даже оторваться не могла, поэтому не сняла, когда я кушала капусточку. А да покажи, ну покажи. Капусточка с сосисочками. Вкусненькая. Он крутится, хочет отжать капусту. Чего ты делаешь? Раскладываешь карточки? Ну молодец. Мама пока там снимает, пока кушает. Денечка тут тихонечко играется сам, да? Молодец, умничка. Мультики тут у него показывают. Мультики, да? Смотришь? Да. Ну давай, играйся сам, играйся. Молодец, умничка. Девочки, ну что, мои хорошие? Все проснулись, все позавтракали, дела поделали, видосы уже даже поснимали. Сейчас я только что снимала масочку. Это вы увидите скоро. Скоро будет видео. Это отдельное видео, где мне дочка наносит маску такую интересную, стягивающую. Но эффект хороший. Мне нравятся ощущения. Вот. Но это вы уже посмотрите в другом видео. Ну, я смотрю, мой влог уже получился очень длинным, чтобы я не мучилась его долго монтировать. Поэтому я хочу сейчас это видео закрыть. А следом я начну уже следующий влог. И все, что будет дальше, что мы будем сегодня делать, вы увидите в следующем видео. Ну, а на этом прощаюсь с вами. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok